Что еще в воскресенье нужно Забугорскому после прекрасного дня, проведенного с малышней, с моей приготовки замечательного обеда, он же и ужин. Я делал в трансляции замечательную кукурузу, гриль, которую очень понравилось ребятам своим ходом, которые были у нас в гостях совсем недавно, наверное, где-то уже полгода. Всю семью я получил приятный звоночек, приятное приглашение от моих друзей, от моего замечательного Вани, у которого баня, поэтому я еду к Ване в баню. У нас, кстати, уже вечереет время, так скажем, после шести и очень красивые закаты начались. Думаю, что в ближайшее время нужно начать делать трансляции с дрона рассветы и закаты, как вот мы делали во Флориде. Русская банька, как я уже неоднократно говорил, конечно, это очищение не только тела, это очищение замечательной, глубокой очисткой энергетики и, в частности, нашей хрупкой, ранимой души. У многих бывают разные ситуации в жизни, разные жизненные ситуации, связанные с работой, с семьей, с друзьями, с родственниками, много разных ситуаций. В любой ситуации нужно держать свою голову, знаете, как можно сказать, в спокойствии. Вот мне, например, очень в наших, так скажем, эгрантских условиях баня помогает собраться. Я смываю с себя всю накопившуюся энергетику, смываю, так скажем, излишнюю, какую-то необоснованную зависть различных малышей. Малышей-троликов из перископа. На самом деле мне, мне баня очень помогает приобрести новую, так скажем, чистую энергию. И, соответственно, конечно же, хочется чувствовать себя моложе. Баня, конечно, кожу приводит в состояние, ну, примерно похожее, как у Пашки. У Пашки-то еще такая, знаете, бархатная кожица. Малыш, малыш. Я не снимал такие дорожные влоги, да, особенно вот по дороге в баню. В основном у нас в последнее время, последние вот наши влоги, они были флоридское, наше флоридское посещение. Кстати, приятно был сегодня, удивлен, ну, в принципе, я и не сомневался. Наташенька, Наташа Квик, начала делать суперпрофессиональные трансляции в перископе. Молодец, хорошая, как она говорит, я хорошая ученица. Умничка. Кстати, это видео я сегодня выложу и пользуюсь случаем. Напоминаю, как в виде анонса. Завтра у нас съемка с дядей Пашей. Дядя Паша, как мне нравится, как это звучит. Такая водоважная, такая теплая, радужная. Прямо, я очень люблю Павла Кожевникова, писателя, с которым вы уже знакомы, по моим видео и по трансляциям в том числе. Поэтому завтра у нас съемка и очень-очень интересная тема. В частности, для меня она очень интересная. Видение дяди Паши на религию. То есть, историческое видение, ну и, соответственно, его современное видение. Потому что я читал его, так скажем, повести, его рассказы. И могу сказать, что оно, так скажем, такое остренькое, остренький такой пер. Вообще, когда с дядей Пашей встречаюсь, смотрю потом видео на съемки, когда я одно прекрасно понимаю, мне лучше молчать. Знаете, вот это мой, наверное, единственный собеседник, которого я хочу слушать, 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 задать один вопрос. И слушать, и слушать, и слушать, потому что его глубокий, так скажем, глубокий мозг, да, я не побоюсь этого слова, мозг. Потому что у многих просто есть ум, а у дяди Паши есть мозг. Вот у него он настолько глубокий и пронизывающий тебя, когда ты слушаешь его. И обожаю, обожаю, честно говоря, я его. Зачем? В воскресенье. Хотя вот эта вот I-25, дорога на Денвер, здесь постоянный, просто, просто постоянный трафик. Да, где разрешено 75 майлов, я теперь еду вот 10. Я думаю, что это недолгий будет такой, так скажем, не сильно изнурительный процесс. Как правило, это вдалеке где-то там какая-то авария. Два, так скажем, дурака не поделили дорогу. Вот мы сейчас перестроимся, встанем чуть правее, здесь тоже можно. Здесь никто не ездит в запрещающих зонах. Здесь же есть линии, отведенные, как и во всем мире, для скорой, полиции, да, никто. Вот она слева, там крайняя, на нее никто не выезжает. Все едут в установленном порядке, потихонечку. И от этого пробка, как говорится, пропадает. Нет, никто никого не подрезает. Я очень редко видел хамов, но в основном это здесь, в частности, мексиканцы. Как-то в большей степени именно ребята, приехавшие из Мексики, не знаю, может быть, отсутствие воспитания или, знаете, недолюбленность. Здесь есть такое вот, у ребят чувствуется недолюбленность, ну, потому что они прекрасно знают, что к ним здесь не особо хорошо относятся, соответственно, платят меньше. Вот, и может быть, какая-то такая внутренняя какашка у них такая сидит, которую вот хочется как-то показывать, в частности, за рулем, когда можно кого-то подрезать. Обед-ужин, который я приготовил, а это были морепродукты, это были креветки, это были шампиньоны тушеные. Я делал в прямой трансляции. Наверное, сделаем так. Трансляцию, да, на самом деле, кто не посмотрел, потому что вы ее не смотрели, ее смотрели люди в основном не спящие и дальневосточные, потому что в среднеевропейской части была ночь. Я прикреплю ссылку. Ребят, вот пролистайте, посмотрите. На самом деле, очень здорово, было интересно. Там участвовали Машенька и Павлуша. Да, насчет Машеньки, ребята, насчет Машеньки, это прямо вот новость. Я два года назад подарил ей телефон. Мы когда жили в Москве, я купил... Не телефон, вру, почему-то телефон, потому что я привык, сам снимаю все на телефон. Я подарил ей фотоаппарат. Фотоаппарат с возможностью снимать. Маленькая девочка, когда ей было три годика, начала первые делать свои снимки. Сейчас здесь мы нашли этот фотоаппарат. Она начала снимать. Мы с мамой посмотрели, что она снимает. Она, значит, снимает, ставит на стол и начинает рассказывать. Дорогие зрители, пока мама и папа заняты, я занимаюсь своими делами. Был просто настолько приятно удивлен ее профессионализму, потому что она еще и в конце такая, ну, видимо, есть кому подражать, да? В конце такая, да, и не забудьте поставить лайки. Но она с фотоаппаратом разговаривала, как я в трансляции. То есть она говорила, да, вы правда думаете, что я красивая, да? Ну да, я такая. То есть вот прямо ведет трансляции, повторяет, как это делает папа, и с таким серьезным, интересным видом, и, ну, конечно, так немного придуриваясь, так посмеиваясь. Я думаю, что в ближайшее время я просто вот отдам ей какой-нибудь канал YouTube и скажу, вот, делай его сама. Делай его сама, снимай видео, снимай свои влоги. И уверен, у нее это получится. Пока ползу в этой пробочке, оно темнеет и темнеет. Знаете, такое, знаете, погода на, этот самый, ночь восставших, восставших откуда-то. Вот, не знаю, там будет, вдалеке видно, таким вот красным огоньком горит. Это большой-большой кинотеатр. То есть вот он, на самом деле, достаточно в стороне от основного части Colorado Springs. Вот, но туда мы еще с вами не добрались. Думаю, надо бы смотаться. Так, мы сейчас уже будем подъезжать к Ване, и я поснимаю там домики. Мне очень нравилось, кстати, я частично снимал вот как раз эти домики перед Крисмосом. Там у них, так скажем, очень красиво их наряжают, очень такие красивые освещения. Ну, естественно, крисмосовских украшений уже нет, но, думаю, домики мы еще увидим с вами. Вот она причина нашего небольшого трафика. Что-то там серьезное. О, там машина вообще вон на той стороне. Так, приехал уже, уже темно на улице было, еще светло выезжал, но немножечко в пробочке. Вот так вот живут простые американские рабочие. Ваня работает на предприятии по изготовлению камня. И кухню они делают. Понятное дело, что забацал себе нереальную кухню, вот с такого вот камня. Американская кухонька, такой вот зал. Так, идем вниз, потому что баня у него там находится. В раме застелено, все в коврах. Вот это настоящий кайф, как говорится, после второго захода там градусов, наверное, 100-110. Ребята, не снимаю я ваши, так скажем, отростки. Помните, Саню, в нашей предыдущей бане давно-давно-давно? Саня, как твои дела? Как живешь, братан? Как твоя работа? Как дети? Все потихоньку, тихо, тихо. Какая бывшая жена? Не произноси это имя. Не, 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 нельзя, нельзя, нельзя. Когда у тебя наступит День Свободы? В августе. В августе. Объясни, что такое День Свободы? Свобода – это когда кончается помощь жене, типа алименты. Так, ну подожди, жене, но детеныш все равно у тебя же 50% времени проводит, и ты, как говорится, папой хорошим ты останешься? Ну, папой я остаюсь так же. Это, знаешь, в чем разница здесь? Разница в том, что жена, когда после развода пошла учиться. Да. А, ты обязан оплачивать ей все? Оплачивать не все, а пока она не работает, учится 2 года. Все. А так как ребенок 50 на 50, значит, получается, что... Ладно, колись, сколько у тебя в месяц, как говорится, откаты? 900 долларов. 900 долларов. 900 долларов, до хрена. Мужчины, не бросайте своих жен, ведите, так скажем, порядочный образ жизни. Я себя не узнаю после бани, в процессе бани это просто человека два раза. Это и прелесть, вся эта прелесть, все этого нормального человеческого общения, и, так скажем... О, с легким паром, барин. С серебром, это хорошо. Это мой очень хороший друг, который живет здесь, в Колорадо-Спрингсе, и лечит, можно сказать, лечит наркоманов, очень тяжелых, так скажем, людей, у которых проблемы с психическим, так скажем, воздействием. Или как я правильно назвал? Двойной диагноз. Двойной диагноз. Психий. Примерно, чем вы, который те же тут и камеры, один же клиент. Так, зачем выдавать, что я пациент? Зачем выдавать? Тем более мне нельзя с пациентом в бане быть. Ааа, с пациентом. Косяк, косяк, батенька. Совершенно другой лист, и он нифига не пахнет. Ну так, если глубоко примюхиваться, конечно, немножко попахивать, но вот по сравнению, так скажем, с нашими эвкалиптами, эх, но все равно, все равно классно. Это вот такая вот банька, печка, понятное дело, электрическая. На этом поход в баню к ванне, знаете, как это? В баню к ванне завершен. Вот, не знаю, если вспомнить начало этого видео, где Забугорский выехал, так скажем, по пробкам туда-сюда, и концовка, знаете, такая, довольного мартовского кота, который расслабился, снял напряжение, знаете, как жарко, дыхание прогревал, энергетика, конечно, чумовая, то есть вот просто. Я после парной пью много воды, ну, то есть я и так воду пью, а парная как бы требует еще больше, и вот такое вот освежение, внутреннее освежение, когда из себя ушло все, знаете, вот такое вот накопившееся, гнилое, грязное, неприятно пахнущее, ну, образно говоря, а может и в прямом смысле слова, и ты полностью открыт для нового, вот новое все то, что не могло появиться, знаете, не могло проникнуть в тебя. Знаете, можно так даже представить, вот ты хочешь поменять, а у тебя в термосе уже, так скажем, старый чай, знаете, заплесневел, ты вот брал его с собой неделю назад, но забыл его вылить, но хочешь, чтобы был чистый, пока ты не выльешь свой старый вонючий заплесневевший чай, не вымоешь, обязательно вымыть нужно термос, а после этого набрать горячей водички с душистым байковым бархатным чаем, немного меда, имбиря и лимончика, тогда вот, ну, вы поняли, да, то есть все это, конечно, я говорил не в прямом смысле, да, совсем-все-все в переносном, поэтому, ребята, я почему снял этот влог о бане, да, не столько хотел показать, вот какие мы тут паримся, там, туда-сюда, а именно для того, чтобы было понимание, насколько мы нуждаемся в своевременной чистке своего термоса, вот, а в ближайшие дни мы с вами еще пойдем в горы на перезагрузку, давненько мы не ходили на перезагрузку, нужно срочно идти в горы, завтра съемка, думаю, что во вторник, так что в горах будет перезагрузка, с вами был Олег Забугорский, ставим лайки, пишем комментарии, и я благодарю вас за то, что вы с нами, благодарю, пока!